Болезнь поразила меня, когда я вернулся из Советского Союза. Меня довольно быстро парализовало, на суставах появились узлы, и почти все тело было обездвижено. Тогда мне стало ясно, что полагаться на врачей не стоит, рассчитывать нужно только на себя. Как вы делаете это для себя? Я вспомнил, что происходило со мной в последние полгода и понял, что перенес прогрессирующее адреналиновое истощение. Когда я возглавлял американскую делегацию в Советском Союзе, я жил в квартире, которая располагалась на втором этаже. Под окнами постоянно проезжали грузовики с дизельными двигателями, и моя комната была постоянно наполнена дымом. В последнюю ночь мне стало так плохо, что уже на следующий день я настоял на немедленном возвращении домой. Уже находясь в больнице, я предположил, что болезнь могла быть вызвана общим истощением организма из-за напряженной работы и всей той выхлопной гадостью, которой я надышался против своей воли. Я обсудил это с моим доктором, и он согласился с моими предположениями, назвав их весьма разумными. Тем более, что мои симптомы были схожи с теми, которые возникают при отравлении тяжелыми металлами. Еще одной вещью, которая очень помогла мне, стала книга канадского эндокринолога Ганса Селли, посвященная стрессу. Моя жена взяла ее в библиотеки и принесла мне. В книге рассказывалось о проблемах, связанных с адреналиновым истощением и недостатком кортикоинов, гормонов, которые выделяет коран от почечника. И тут я увидел свои симптомы. Теория доктора Селье состояла в том, что тело человека претерпевает отрицательные химические изменения под влиянием отрицательных эмоций. Страха, разочарований, стресса, подавленной ярости, которых у меня было предостаточно. И тогда я подумал, если организм реагирует на негативные факторы таким образом, что будет, если тело начнет испытывать позитивные эмоции? Любовь, надежду, веру, смех. Все это было мне вполне доступно. И тогда я сообщил своему врачу, что больница, какой бы хорошей она ни была, это не место для меня. И вылечить меня здесь не получится. После этого я сделал несколько интересных открытий. У меня не было недостатка в надежде и любви, а вот со смехом в больнице возникли сложности. И тогда каждый вечер я начал смотреть все самые смешные фильмы, которые только можно было взять в видеопрокате. И вот что оказалось удивительным. Десять минут хорошего, глубокого смеха с животом давали мне два часа спокойного сна, причем безо всяких болеутоляющих и снотворных. Ежедневно я принимал 36 разных таблеток, кадеин, аспирин. В итоге мне удалось от них избавиться, после того, как я обнаружил, что смех действительно оказывает на организм анестезирующее действие. Это было невероятное открытие. Однако с ней также важна во времени. Поехали.